Пожарный поджигатель из Хакасии намерен избежать сурового наказания. Иван Шнайдер полностью признал свою вину и требует, чтобы судебное заседание по громкому уголовному делу прошло в особом порядке. Фактически это означает, что судья будет выносить решение без допроса потерпевших и свидетелей. А приговор может состояться уже через неделю. И в таком случае он будет относительно мягким. Пожарного пиромана, который сжег пять домов односельчан, в том числе жилых, обвиняет по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Которое предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. При особом же порядке рассмотрения дела судья по закону не имеет права назначить наказание больше, чем две трети от этого срока. Но судебное заседание пройдет именно в таком режиме, если на это согласятся потерпевшие, пока пострадавшие не высказали свое мнение. Ивану Шнайдеру сегодня продлили арест еще на полгода. Начальник пожарной части раскаивается в содеянном. И потому надеется на то, что отбывать наказание в колонии ему вообще не придется. Две семьи, ваши соседи, остались без жилья совсем? Три семьи осталось. Мотив у меня был тренировка личного состава, проверка боеготовности. Вот мой мотив был. А по-другому никак нельзя было? По-другому никак нельзя было. Ну можно было по-другому, это я уже обдумал сейчас, сидя вот за решеткой. Очень стыдно, очень сильно стыдно. И думаю даже очень, если даже так все нормально будет, как я вернусь и как я буду в глаза смотреть. Очень стыдно. И задумываюсь я часто об этом. И думаю, и мне говорят, что ты, говорит, вернешься. А как ты, говорит, вернешься? Я говорю, не знаю, а что я, говорю, бегать что ли буду? Конечно, говорю, возвращаться надо. Напомним, о пожарном поджигателе вся страна узнала после того, как эту историю рассказали корреспонденты программы Вести Хакасия. Иван Шнайдер с августа по октябрь текущего года сжег пять домов и строений, в том числе жилых. Общий ущерб больше полумиллиона рублей. Потерпевшие заявили гражданские иски. Имущество начальника пожарной части арестовано. Кстати, он до сих пор не уволен со своего поста. По закону отстранить от столь высокой должности можно только после приговора суда. Субтитры создавал DimaTorzok